Из прокуратуры в полпреды в Северо-Западном федеральном округе новый полномочный представитель президента им стал Александр Гуцан, ранее занимавший должность заместителя генпрокурора Российской Федерации. Депутаты регионального парламента готовятся к очередной сессии на повестке рассмотрения социально значимых законопроектов. На других посмотреть и себя, показать. Местные студенты вернулись из Норвегии. Это был ответный визит делегации в рамках укрепления международного сотрудничества в сфере образования. Любимая газета 89. Старейшие печатные издания Ненецкого округа сегодня отмечают очередной день рождения. Познакомим с сотрудниками редакции и расскажем о том, как газету готовят к печати. Путешествие в мир прекрасного под светом звезд. В Ненецком округе, как и по всей стране, прошла акция «Ночь искусств», что подготовили организаторы на этот раз. Большой репортаж. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги среды в студии Олег Катанзейский. Мы начинаем. Владимир Путин назначил Александра Гуцана полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Ранее Александр Гуцан занимал должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Его отставку накануне принял Совет Федерации. Гуцан сменил на посту полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, который с 3 октября текущего года исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга. В состав Северо-Западного федерального округа входят один из субъектов России – Архангельская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Вологодская, Ленинградская и Новгородская области, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Коми и Ненецкий округ. Окружные парламентарии тем временем готовятся к предстоящей сессии. Они провели заседание комитета, на котором обсудили 17 вопросов. Среди них – законодатель инициатива о внесении изменений в федеральные законы о недрах, об автомобильных дорогах, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования и другие. Одним из ключевых вопросов предстоящей сессии станет бюджет на 2019 год и плановый период до 2021 года. На следующий год доходы региональной казны составят 17 миллиардов 800 миллионов рублей, расходы – 19,5 миллиардов, дефицит – 1 миллиард 68 миллионов рублей. Законопроект решено вынести на заседание сессии и принять в первом чтении. Тем образом предусмотрен законопроект «Казатель окружного бюджета» на 2019 год и на плановый период, в 2020 год и 2021 год плансировали. Данные законопроекты рассмотрены на общественном совете при департаменте финансов и экономики, также опубликованы в газете «Нарьёна в Индии», проведены публичные слушания и рассмотрены на комиссии. Обсудили депутаты изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приёмные семьи, либо на усыновление. При этом законопроект предлагается расширить перечень целей, дополнительно включив приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта жилого помещения и компенсацию стоимости санаторно-проводом лечения, приезжей на семи мест отдыха и обратно в видеокатерии Российской Федерации. Сделать оговорку, что дополнительными мерами можно будет воспользоваться только при обеспечении установителя общей площади жилого помещения, в расчете наносить на семьи более 9 квадратных метров общей площади жилого помещения. Кроме того, решено вынести на рассмотрение сессии поправки в закон о порядке введения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. В частности, изменения предполагают в случае смерти гражданина сохранение права его очерёдности на жилое помещение за родственниками. Дело в том, что жилищным кодексом в настоящее время не предусмотрено разделение семей граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и период очереди на другого члена семьи, и замена очередника на члена его семьи. Данный законопроект был подготовлен и внесён с учётом позиций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, изложенной в письме от 30 марта 2018 года. В ходе обсуждения проекта бюджета территориального фонда ОМС на ближайшие три года у депутатов возникли вопросы о контроле качества оказания медуслуг. В адрес фонда за 9 месяцев 2018 года поступило 14 жалоб. Из них признано обоснованными 5. Решением проблемы, возможно, стало бы усиление внутреннего контроля, постоянное повышение квалификации медработников. По итогам комитета депутатами принято решение вынести эти и другие вопросы на заседании сессии, который состоится завтра, 8 ноября. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Начало трансляции в 10 часов. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Численность населения Ненинского округа останется стабильной, такое мнение высказал старший научный сотрудник исследовательского центра из Тотгольма Тимоти Хелиняк, выступая с докладом на экспертном семинаре «Сценарий развития арктических регионов России», который проходит в эти дни в Наринмаре. Тимоти Хелиняк назвал Ненинский округ числем тех немногих северных регионов планеты, где численность населения в ближайшие несколько десятилетий существенно не изменится. В то же время в целом по России ожидается значительный отток населения с территории Крайнего Севера. Исключение составят только Ямало-Ненинский, Ханты-Мансийский автономные округа, где напротив прогнозируется увеличение числа жителей, что объясняется высокой деловой активностью в этих субъектах, реализации там крупных проектов в сфере добычи и транспортировки углеводородов. Обмен опытом изучения норвежского языка и знакомства с бытом коренных народов Норвегии и долины Пасвек. Учащиеся школы имени Пырерки и студенты Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова вместе со своими наставниками вернулись из Норвегии, где около недели проходили перезагрузку в высшей народной школе Пасвек. О своих впечатлениях ребята рассказали нашей съемочной группе. Студент третьего курса на это в будущем технолог Вячеслав Вербицкий, один из немногих, кому выпал уникальный шанс побывать в норвежской школе Пасвек. Нас очень гостеприимно встретили, то есть нам, конечно, в первый день не все показали, но большинство, то есть школу показали, показали, где мы проживать будем, то есть там у них находится в разных корпусах, то есть школа отдельно, и не как у нас там двухэтажные, а у них корпуса, где мы жили, они одноуровневые, то есть одноэтажные. И получается, мы жили всей делегацией в одном здании, то есть неподалеку как раз со школы, то есть утром, чтобы встать и дойти, там минут пять максимум. Поразила ребят не только специфика организации бытов корпуса, где они проживали, но и особенности учебного процесса. Не знаю, какой-то в другой мир попал. Там нету никакого напряжения, там как-то все расслаблено по-домашнему, нету серьезности, но это их плюс. У них не принято ходить в обуви, то есть у них всегда есть сменная обувь. Мы разбываемся, как бы развиваем курточку и уже тогда поднимаемся на второй этаж. У них второй этаж, на нем, точнее, находится там спортзал, столовая и, можно так сказать, холл, там, где они могут отдохнуть, то есть комната отдыха. У них висит плазма, там телевизор большой, стоят книжки, очень удобные диваны. То есть, чтобы свободно провести время там, когда у них между переменами, то есть они могут еще взять чай себе дополнительно. Высшая народная школа расположена в 40 километрах от Киркенеса на территории заповедника Пасвик. Учебный год здесь длится 9 месяцев с августа по май, а вся система обучения не предполагает оценок и экзаменов. Школа предлагает обучение по программам охоты и рыбалка, езда на собачьих упряжках, дикая жизнь в Финмарке, норвежский язык и культура, приключения на севере, арктический туризм и горячая Арктика Россия. Для тебя, как будущего технолога, что было наиболее интересным? Охота. Да, потому что, как бы, много чего можно увидеть, они не только на лося охотятся, а еще и на медведя. Ну, у них это запрещено, да, а в некоторых регионах разрешено, то есть на лисов они охотятся, то есть они показывали нам. Ну, как бы, это интересно очень. Я ходил на охоту, нам, ну, рассказали про ловушки, дали пострелять из винтовок. Ходил на резьбу, смотрел, как они ножи делали, то есть они за свои деньги заказывают материалы. Это древесина или те же рога оленей, ну, они уже у них есть, и лезвия. Посетить Норвегию – давняя мечта второкурсницы на этой будущего ветеринара Ольги Рочевой. В рамках визита в Пасвик девушка вместе с другими ребятами из округа прошла интенсивный курс изучения норвежского языка. Я всегда мне стала побывать там. И вот моя мечта сбылась. Эмоции прям вообще. Я очень люблю норвежский язык, поэтому для меня это большой опыт и большая мотивация к изучению английского и норвежского языка. Поездка делегации округа в Норвегию была организована в рамках международного сотрудничества. В марте этого года норвежская сторона посетила Неницкий округ. В дальнейшем у нас идет прием, опять же, их в гости к нам. И потом у нас, возможно, да, дальнейшее это общение, то есть мы можем отдать своего студенту, да, то есть если кто-то хочет учиться дальше там в этой школе, а они могут прислать к нам своего студента, то есть вот таким вот обменом. Ну, просто у нас специфика своя, да, то есть мы учим в профессии, а они, грубо говоря, учат выживанию жизни. То есть вот у них такая большая особенность. Когда состоится следующий визит обучающихся высшей народной школы Пасвик в наш регион, пока неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что для окружных ребят поездка в Норвегию стала настоящей перезагрузкой. Твои планы на будущее как-то поменялись после этой поездки? Да, поменялись. Я хотела переехать раньше в Норвегию, у меня была такая мысль, но она была так, просто как-то где-то вдалеке. А сейчас это уже прям цель, осознанный выбор, и я действительно хочу туда переехать, мне понравилось. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сегодня день рождения отмечает старейшее печатное издание Нинецкого округа. 89 лет, любимая всеми жителями региона газета Нарьяна Виндер, или как ее по-домашнему называют читатели Нарьяшка, рассказывает о жизни округа, его жителях, победах и поражениях, печалях и радостях. О том, как отмечают день рождения газета, в материале Ольги Руссоу. Вот. Ну, круто, я считаю. Так выглядела окружная газета Нарьяна Виндер в первые годы и десятилетия своей жизни. Здесь, в маленьком архиве, хранится редакционный раритет старинной подшивки Нарьянки. Справедливости ради, первый выпуск, тот самый, датированный 7 ноября 1929 года, в редакции не сохранился. Сохранились не все номера, не все годы газеты у нас в архиве, в нашем редакционном. И даже не все сохранилось в окружном краеведческом музее. Поэтому у нас есть человек, Ольга Тюренкова, которая периодически ездит в Ленинскую библиотеку, и мы уже давали несколько материалов. Статьи и очерки из первых выпусков Нарьянки – это один из проектов газеты, который редакция решила приурочить к своему 90-летию. Поэтому сегодняшняя дата – своего рода старт, подготовка к большому празднику. Задействованы в котором будут не только сотрудники редакции, но и читатели. Например, с завтрашнего дня начинает работу клуб юных журналистов. Объявляется конкурс Нарьяна Виндер в «Моей судьбе». Герои былых публикаций расскажут о том, как складывалась их жизнь после очерков. Кстати, о людях севера, уникальных, знаменитых и самых рядовых, со страниц газеты повествует Алена Людвиг. Она же Виктория Алешина в рубрике «Линия жизни». Я для себя решила, что, скорее всего, Алена Людвиг осталась в газете «Выбор нау». Эта страница перелистнута, история закончена. А в Нарьяна Виндер появился новый журналист Виктория Алешина. Это общая история для всех журналистов, когда просто берут имя и отчество и переворачивают. То есть, если я Алена Викторовна, то появилась Виктория Алешина. То есть, наоборот. Знакомить читателей с необычными обычными людьми Алена начала давно. Сначала в Нарьянке вела рубрику «За стеклом», потом печатала свои зарисовки и очерки в газете «Выбор нау». Я решила для себя, что рубрику «За стеклом» нужно возрождать, но только просто уже на каком-то другом уровне, еще под другим названием. Чтобы был перекинут мостик между той Аленой Людвиг, которая сотрудничала с Нарьяном Виндером, и Викторией Алешиной, которая здесь работает сейчас. Ну и так появилась рубрика «Линия жизни». Лариса Торопова – один из старейших и опытнейших работников редакции. Ее первая публикация в окружной газете «Нарьяна Виндер» появилась 1 октября 1977 года, больше 40 лет назад. Лариса Николаевна курировала материалы о геологии жителях села и сколесила с редакционными заданиями весь округ. «В принципе-то мы работаем довольно дружно, передавая друг другу свой опыт, потому что, например, я знаю то, чего не знают девочки, да, юные, а они умеют то, чего я не умею. Например, современные технологии, вот я ими плохо владею, они всегда помогают. Ну и вот такой у нас сейчас коллектив». Окружная газета «Нарьяна Виндер» – это совместный труд журналистов-корректоров-ферстальщиков. Несмотря на преклонный возраст, старейшее окружное печатное издание идет в ногу со временем, покоряет интернет. Ее страницы в социальных сетях набирают подписчиков, а количество читателей электронной версии общественно-политической газеты округа за последние годы выросло более чем в три раза. «Как читается наш сайт? Оказывается, читается и очень неплохо. До двух тысяч читателей доходит, в месяц бывают по 16 тысяч читателей. Это значит плюс к тем пяти, которые у нас сегодня есть, подписчикам, вернее семьям, а в каждой семье не по одному члену, мы можем смело добавить еще 10-16 тысяч». Однако интернет, вопреки всем прогнозам пессимистов, не конкурент свежий, только что вышедший из подпечатного станка газете «Нарьянку» печатают здесь. А вместе с ней еще много различных изданий, вплоть до глянцевых журналов, брошюр, открыток. В печатном цехе шесть человек. Например, цифровое оборудование, которое используют непосредственно для печати газеты, способно в час произвести до пяти тысяч экземпляров продукции. То есть четырехполосную «Нарьянку» печатают два часа, а четверговую – восьмиполосную весь день. «Газета качественнее, чем в других регионах, потому что у нас печатается на рулонных машинах, и там меньше качество на изображение идет, нежели у нас она печатается на листовом, и тут уже идет более качественное, более фотографии качественнее выходят». Кстати, завтра газета «Именинница» выйдет с новой праздничной шапкой. Так называется титульная надпись. А в юбилейный год у газеты появится новый дизайн. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И в завершении выпуска «Творчество объединяет» во Дворце культуры Арктика состоялась акция «Ночь искусств». Для гостей и жителей округа организаторы подготовили интересную музыкальную программу, различные мастер-классы и фотозоны. На масштабном мероприятии побывала Людмила Сидейская. О начале «Ночи искусств» возвещают музыканты ансамбля Дворца культуры Арктика и эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Сразу после для гостей проводят танцевальный конкурс, в котором участвуют как взрослые, так и дети. В фойе первого этажа развернули творческую площадку. Здесь для посетителей проводят различные мастер-классы, например, мыловарение. Ребята, сейчас добавляем три гамма цвета, три гамма, три замка. Если мало, можно добавить еще. Процесс изготовления мыла довольно прост. В готовую специальную основу добавляют краситель, ароматизатор и выбирают понравившуюся форму. Всего полчаса и можно забирать готовый продукт. Помимо мыловарения здесь проводят такие мастер-классы, как роспись по дереву, валяние шерсти и даже квиллинг. Это вид искусства, где из тоненьких бумажных полосок крутят различные цветы, элементы и создают рисунок. Сегодня мы делаем магниты. Магниты на такой деревянной основе, так как у нас сегодня трехмиллиметровые полосочки, они очень сложные в работе, в отличие от пятимиллиметровых, например, то очень просто. Все очень просто. Нужно взять пять полосочек, сделать из них элемент, собрать цветочек или листик. Ну и в принципе магнит готов. Еще один интересный мастер-класс – топиари или дерево счастья. Своими руками за короткое время можно сделать оригинальную композицию. В ее изготовлении используют множество цветов и применяют различные формы. Такая поделка украсит любой интерьер. Сегодня мы попытаемся с каждым участником создать оригинальный дизайн топиария, который подойдет каждому человеку и по характеру, и для души, и для своего дома. Одна из самых популярных площадок – гончарная мастерская, где из глины можно слепить колокольчик, животное или смастерить пиалу. Такая обширная, развлекательная и обучающая программа мероприятия никого не оставила равнодушным. Очень интересно в том, что много сделали кружков развлекательных. Дети могут заняться хоть чем-нибудь. После спектакля они могут пойти, поделать своими руками. Это очень интересно. Они развивают моторику свою рук. Приятное времяпрепровождение, тем более с ребенком. Столько интересного. Замечательный концерт посмотрела я. Ну, послушали мы вообще. Вот музыканты меня поразили. Сыграть на русских народных инструментах такую музыку. Вот. И много интересного для детей, конечно. На третьем этаже – фотозона. Интерьер подготовили профессиональные художники и дизайнеры Дворца культуры Арктика. Одна из самых необычных и интересных площадок – живая картина. Мы готовились к этому довольно долго. У нас были репетиции. Там подборка костюмов, какие-то краски подбирали. Сначала выстроилась очередь. И всем понравилось. И сказали, что это очень необычно и хорошо, очень красиво. Зона конструирования тоже находится на третьем этаже. Дети вместе с родителями создают различных роботов, а малыши строят фигуры из деталей. В общем, все посетители заняты делом. Ведь каждый может найти себе занятие по душе. По словам организаторов, Ночь искусств каждым годом пользуется большим интересом у жителей округа. В этот раз, в 2018 году, я считаю, акция самая обширная, самая масштабная. Мы знаем, что она пользуется большим интересом у жителей города. Поэтому мы ее разместили в фойе первого, второго, третьего этажей. Теперь мы можем принять намного больше людей и, соответственно, намного больше площадок различных было подготовлено в этом году. Всего всероссийскую акцию, к которой Ненецкий округ присоединился уже в четвертый раз, посетили более трех тысяч жителей Заполярье. Финальное творческое мероприятие в регионе отметили с размахом. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok